Привет всем, кто смотрит мой канал. И я снова на новом месте. Снова я в Чехии. И хочу вам показать свои любимые продукты в июне. Я буду показывать и уход для лица, в принципе и для тела, чем я пользуюсь, и декоративную косметику. Продуктов немного, поэтому я все вместе совместила. Начну, естественно, с ухода. Для лица, значит, у меня появилась такой вот продукт, чистая линия, мицеллярная вода 3 в 1 для всех типов кожи. Значит, снимает макияж, успокаивает, очищает от токсинов. 100% натуральная основа. Вот такая большая баночка. 400 мг. Что я могу сказать? Действительно, не раздражает кожу. Я не вижу смысла покупать что-то дороже, потому что я брала маленькую такую для пробы. Потому что кожа у меня, вы знаете, чувствительная. Такая склонная к раздражениям. Поэтому взяла для пробы маленький объем. И потом купила большой объем. Очень классно не раздражает кожу. Ну, как бы не то, чтобы увлажнять задачу мицеллярной воды, чтобы она снимала косметику. Поэтому косметику снимает очень хорошо. Не размазывает, не остаются никакие там розмази черные. Стерла тампончиками ватными и дисками ватными. И все. Потом шаг второй умывание. Поэтому могу посоветовать. Очень неплохая у кого чувствительная. Там, в принципе, и для жирной кожи тоже пойдет. Но там для жирной кожи есть как бы отдельно. Вот это классно. Мне понравилось. Использовала ее как раз тест такой был на в дороге, когда ехала сюда, в Чехию, с Украины. Поэтому и стоит бюджет на 400 миллиграмм 52 гривны. Я считаю, это недорого. Дальше. Для лица использую тоник. У меня тоже чистая линия. Я его сейчас не взяла с собой. Стоит в комнате и не хочу бежать. Поэтому тоник тоже у меня чистая линия. И еще тоник от фирмы Лирена польская. Тоже неплохие. Дальше сыворотка Мизон. Уже можете видеть ее вот так осталось. Она, конечно, не очень экономная. Расходуется много. Вот такая вот пипетка. Здесь набирается продукт и капается сколько вам надо. Я не знаю, может я много беру ее. наношу ее. Затем я наношу либо маску, если это вечер, либо крем-маску, либо же дальше эссенция у меня идет. И тоже я ее не взяла. И крем. Ночной крем я использую Дермоэдик. Я еще его добиваю. Я уже показывала вам его вот такой вы знаете очень классный. Хорошо увлажняет. Мне понравилось и когда я буду на Украине я его закажу еще. Там разные версии есть. Поэтому вот такой сейчас у меня здесь Дермоэдик Гидраэн 3 Гиалурон. Вот такой вот. Хорошо увлажняет, хорошо питает. Кожа такая вот становится здоровая после него и естественно не раздражает мою кожу. это для меня большой плюс. Если я использую вот этот крем, то я использую серум Вегетал от Евроше под глазки. Тоже очень хорошо питает и увлажняет кожу. Вот такая оранжевая версия. Дальше. Недавно я купила крем марки Белинда 50+. Ну в принципе на эти циферки вы не смотрите, а смотрите на то, что вам нужно от этого крема. То есть это идет биокрем и ночной концентрат для кожи, которая требует лифтинга, которая требует увлажнения, питания. Поэтому вот купила такое пахнет очень приятно каким-то мороженым. Вот только я начала, поэтому нравится тоже. Использую его, хотя здесь написано, что на ночь, но использую его на утро, потому что он очень хорошо впитывается, при этом дает влагу, увлажнение, питание дает. И что самое главное, ложится на лицо косметика дальнейшая, декоративная очень хорошо, то есть он не оставляет никакого вообще следа. И этой же серии под глазки. Но под глазки, вы знаете, мне маловато как бы увлажнения, я еще дополняю вот этот наношу, потом плюс еще вот этот наношу дополнительно, поэтому как бы этот крем я немножко не поняла пока. Может дальше как-то по-другому буду о нем говорить, но пока так. Значит с лицом все. Дальше для тела я использую DALF, я вам уже показывала такую вот линейку, почему-то в Украине я не нашла такой вот. Сюда приехала и снова купила, очень хорошо питает кожу, приятный запах вообще. Вот такая вот серия, мне понравилась. Для волос, для волос Ладор или Ладор Мерикал Серум для волос, тоже использую на сухие волосы и Супер Аква написано и волосы более такие живые становятся с моими ужасными волосами, вы знаете, что я их красила, перекрасила и они у меня секутся, то есть они у меня очень испорчены, поэтому продукт тяжело найти, который бы хоть как-то помогал мне. И еще один продукт покажу, не продукт, а скажем так, вот такая вот кисточка, случайно ее купила, от Арифлейм, щеточка для массажа. И вы знаете, неплохая, неплохая, справляется со своей работой, я наношу какое-то маселко, допустим, виноградных косточек, либо любое, какое вы хотите и кожу растираю, в основном это живот, это бока, бедра и вот эти вот руки, которые наверху, вот эти вот мешочки. Так что могу посоветовать, тоже очень неплохая щеточка. Все, что касается ухода, закончу это своим любимым на данный момент ароматом для лета, Miss Dior Блюминг Букет, вот такой, очень легкие, очень такие приятные, летние, я обожаю этот запах, очень классный, попробуйте, потестите в магазине Сифора или в каком-либо парфюмерном магазине, очень классный, легенький, именно на такой, на летний, на жаркий день, не будет таким навязчивым, но тем не менее свежесть от вас, свежесть и приятный запах будет исходить. Дальше, начну я с тональных кремов, на данный момент ежедневно я использую Long Cover Fluid от Poese в оттенке 01, цвет такой универсальный, он подойдет ко всем, но белоснежкам думаю, нет, это вот на лето сейчас, он немножко так окисляется на лице, но мне подходит и очень нравится, он увлажняет, он придает моей коже такой здоровый вид увлажненной кожи, красиво смотрится, закрепляю его вот такой пудрой от NYX No Filler в оттенке Caramel Beige, вот такой вот, тоже классная пудра, не видно ее на лице, то есть придает такое красивое лицо получается с вот этими вот продуктами вообще. Дальше, тональный крем, когда вообще жарко на улице, я использую Catrice HD Liquid Cover 24 часа, вот такой вот в оттенке, в оттенке, в оттенке 0.30, да, 0.30, он идет с такой пипеточкой, я вам обязательно покажу тест-драйв на эти тональные основы, что вот эта тональная основа, что поэзе держится на лице у меня с утра и до вечера, я ее нанесла и все, и не забочусь о том, что она у меня где-то слезла, где-то скатилась, не переживаю об этом, и все дальше продукты, которые ложатся на эти тональные крема, они тоже держатся целый день, то есть я ничего с утра до вечера не подправляю, ни пудру, ни какие-то корректирующие средства, ни бронзеры, то есть все на месте, для выделения скул, я использую тоже Catrice, сейчас у меня камера немножко дрожит, тоже Catrice, и вот такой я тоже вам показывала, не буду на нем заострять внимание, оттенок 0,10, тоже хороший продукт, хорошо распределяется на лице, не ложится пятнами, а очень хорошо так естественно смотрится, забыла сказать, что пудру я наношу вот этой кисточкой от Mary Kay, дальше хайлайтеры, хайлайтер у меня сейчас как бы не то чтобы любимый, но нравится мне от Sleek, именно вот этот бронзовый оттенок, очень классный, смотрится красиво, и использую так же как и для теней, не только как хайлайтер, но и как тени, и прорабатываю допустим складку вот этим вот для скул, и смотрится тоже очень классно, брови, брови у меня на данный момент сейчас вот оформлены NYX в оттенке Espresso, тоже классный, классная помадка, держится, быстро сохнет, поэтому нужна такая сноровка, нужно уметь оформлять брови, поэтому вот такой продукт, кому кто умеет это уже делать, попробуйте, классный, но я хотела бы в оттенке блонд взять, потому что он будет посветлее, я люблю когда брови немножко светлее, чем допустим волосы и тому подобное, консилер под глазки от Rimmel в оттенке 0,10 Levery очень хороший, тоже у меня сейчас на данный момент под глазками увлажняет, он не забивается никуда, не подчеркивает морщинки, что мне и надо. Тени я использую в принципе по настроению, что нравится, но вот Зоева мои на данный момент, любимые тени, я люблю комбинировать допустим загорелое тело, лицо, бронзеры и бронзовый хайлайтер и холодные глаза, допустим, ну люблю я такое дело, экспериментировать, и на данный момент это тоже как бы в тренде, это модно сейчас, так что да, карандашик на водную линию от Риммель целый день держится, никуда не девается, замечательный просто, тоже вам его показывала, In The Nude 213 оттенок, попробуйте, для работы, для себя замечательный, естественно, рельян сабо, кабаре для ресничек, и наношу тональную основу, я вот таким вот, извините, что он у меня грязный, просто он уже как бы не ластирывается, вот таким обыкновенным спонжиком, и вы знаете, не хуже наносит, чем, допустим, какие-то более такие бьюти-блендеры такие, да, в виде такой капельки, тоже хорошо распределяется, и очень тоненько, очень хорошо, так что да, ага, еще сейчас у меня на губах моя находка, это вообще продукт мне нравится, от марки Белль, это помада блеск, я от нее без ума, посмотрите, какой цвет, летний, такой свежий, он не морковный, он не розовый, он какой-то такой идеальный цвет, в оттенке, не вижу в каком, но мне нравится, ага, 0,4 оттенок, запах у него тоже очень, на губах держится, ну, хорошо, никуда он не расползается, никуда не затекают, никакие трещинки на губах, губы после него, как после бальзама, увлажненные, напитанные, поэтому советую вам, посмотрите, вот такой вот, и он очень бюджетный, поэтому, ну, я не знаю, это просто находка, люксовый продукт за бюджетную цену, это просто бомба, поэтому попробуйте, я думаю, вам тоже понравится, там разные есть оттенки, поэтому, я когда приеду на Украине, почему-то бель я не вижу в Чехии в магазинах, не представлена, или я просто не вижу, надо более так порассматривать все, я бы взяла еще очень классное, и если я буду здесь не найду и буду на Украине, то обязательно докуплю другие оттенки, потому что, ну, даже в виде бальзама, это цвет насыщенный, такой, ложится красиво, ну, просто изумительно, поэтому могу советовать, и все на этом, думаю, все так быстренько, кратенько рассказала, и смотрите следующее видео советы визажиста, буду рассказывать, напишите, о чем бы вы хотели узнать от меня, там, оформление бровей, или как скорректировать лицо, да, как не подчеркнуть морщины, как не подчеркнуть возраст, а наоборот, как-то сделать так, чтобы вы выглядели более молодой и красивой, так что, пишите, буду ждать ваших отзывов, буду ждать ваших пожеланий, до новых встреч, всех люблю, целую, пока.